Дорогие соотечественники, я хочу сделать заявление в связи с событиями, произошедшими в Донецкой области и в городе Славянске. Сегодня пролилась кровь. Наша страна отныне находится в качественно новой ситуации. Украина, по сути, одной ногой уже вступила в гражданскую войну. Киевская клика отдала преступный приказ на применение силы и задействование регулярной армии против мирного населения на юго-востоке Украины. Я напомню, что когда мы были в Киеве, такие методы не применялись даже против радикалов и экстремистов. Социально-экономическое положение Украины стремительно ухудшается. Страна неумолимо движется к банкротству. А давайте вспомним, с чего это началось. Началось с Майдана, когда незначительная часть националистов начала диктовать свою волю большинству населения, применяя силу, а потом и используя оружие. Народ страны никогда не примет такой диктат. Особенно диктат националистов. Население регионов ищет способы, как защитить себя и будущее своих детей. Их желание жить в свободной стране, говорить на родном языке, иметь право голоса, выбирать местные органы власти, вполне укладывается в требования, которые выдвигают эти регионы. Разве можно подменить диалог с людьми методами, которые они предложили языком автоматов и БТРов? Неужели они не понимают, что сегодня для страны главное не поспешные президентские выборы, а широкий диалог? На основе его поиск консенсуса. Вопросы получения широких полномочий регионов, право выбора региональных властей давно являются актуальными, как на западе Украины, так и на востоке. И давно эти регионы не хотят жить под диктат центра. Поэтому вопрос срочного проведения референдума, который может успокоить страну, остановить начавшуюся гражданскую войну и уберечь Украину от раскола, сегодня является единственным решением. Затем принятие новой конституции и только потом проведение парламентских и президентских выборов. Это законное и справедливое требование украинского народа, который ищет защиту от произвола, беззакония и унижения. И еще, называя законные требования граждан Украины сепаратизмом, а вторую незначительную часть страны революционерами, они сознательно вносят раскол в украинское общество, провоцируя дальнейшую дезинтеграцию. Хочу дать оценку деятельности так называемой власти Украины, которой рано или поздно придется ответить перед законом за принимаемое решение. Скажу сразу, вы будете нести уголовную ответственность. Прежде всего это Аваков, Наливайченко, а также те сотрудники СБУ и МВД, которые выполняют эти преступные приказы. Как главнокомандующий я обращаюсь к военнослужащим, сотрудникам СБУ и МВД. Не выполняйте преступные приказы, не стреляйте в украинский народ. Вам этого люди никогда не простят. Хочу также заявить о прямой причастности к последним событиям Соединенных Штатов Америки, которые через свои дипломатические возможности, а также спецслужбы, не просто вмешиваются в происходящий процесс, но и указывают, что и как нужно делать. По моим данным, полученным из силового блока Украины, а также из других органов власти, Киев посетил директор ЦРУ Бреннан. Он провел встречи с незаконно назначенными силовиками Украины, в том числе Аваковым, Наливайченко, Гвоздем и Еремой, а также так называемым исполняющим обязанности президента Турчиновым. Именно после этих встреч было принято решение о силовой операции на востоке Украины. Господин Бреннан практически санкционировал применение оружия и спровоцировал кровопролитие. Таким образом, США несут свою долю ответственности за развязывание гражданской войны. Уже два месяца в Киеве, так называемое прозападное правительство, положение простых людей становится все хуже и хуже, а обещанной Западом помощи пока не чувствуется. Сейчас я обращаюсь к народу Украины. Не дайте псевдозащитникам идеалов евроинтеграции уничтожить нашу страну. Берегите единство Украины. Защищайте свое будущее. Только украинский народ может быть хозяином своей страны и своего будущего. Благодарю за внимание.